Сделка о будущих отношениях Великобритании с ЕС ожидается, возможно, во вторник. Премьер-министр Кэмерон и глава Евросовета Туск на встрече в Лондоне в воскресенье вечером не смогли прийти к соглашению, которое предполагается вынести на британский референдум. Хотя есть некоторые прорывы и надежды. Обе стороны продолжили работы на уровне экспертов. Но, по мнению Брюсселя, одной лишь договоренности Туска с Кэмероном недостаточно. Для юристов Еврокомиссии и Совета ЕС мало одной договоренности, говорит ее официальный представитель. Это процесс с участием 28 стран Союза, и мы работаем для всех 28. Отношения стран ЕС к требованиям Лондона разные, поэтому по проекту соглашения ожидаются серьезные дебаты между членами Союза. Условия Кэмерона для дальнейшего пребывания Британии в ЕС сводятся к четырем основным. Позволить Британии отказаться от цели более тесного союза и не участвовать в дальнейшей политической интеграции ЕС. Расширить полномочия национальных парламентов, чтобы блокировать законы ЕС, дать странам право вета на директивы Брюсселя. Ясно признать, что евро не единственная валюта ЕС, и страны с национальными валютами равноправны. Лондон не участвует в финансовом спасении стран еврозоны. Ограничить доступ мигрантов из других стран ЕС к социальным выплатам по британскому законодательству, например, ввести четырехлетний ценз для получения льгот на жилье. Кэмерон сможет назначить британский референдум до летних каникул, если лидеры стран ЕС на саммите 18 и 19 февраля одобрят соглашение. Продолжение следует...